Прицельно, но без тяжелых орудий. Боевики на Донбассе сегодня открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С утра уже три обстрела в районах Крымского и Лебединского. Неспокойно и в Авдеевской промзоне. Там побывал наш военкор Игорь Левенок. Ну, прятаться все временно. Чтобы не успевать, а чтобы быть спрятаны. Передовая в районе Авдеевки. Наши военные говорят, перемирие здесь такое, что из укрытия лучше не показываться. Даже днем. Боевики донимают и стрелкового оружия, и гранатометов. Витстань дозволяя снайперам прачивать. И, я же говорю, в принципе, гранаты с помощью всяких приспособ тоже докидывают. Они пытаются больше сейчас в последнее время на психику давить. А дымовыми шашками вот тут между этой позицией и вот эту зеленку закидывали два-три дня назад. А зачем трах? Может, своих вытаскивали? Не знаю, но мы начали вести огонь, простреливать, потому что бог его знает, что может быть. Могут затянуть всякими взрывчатыми веществами, могут каких-то менять позиций, может какой-то снайпер зайти в какую-то лежку. Потому мы начали простреливать зеленку стрелковым оружием, чтобы предотвратить эти действия. Бойцы в окопах у пулеметов. Круглосуточно. Говорят, логики обстрелов у противника нет. В основном наемники открывают огонь ночью. Но и днем не стоит расслабляться. Время от времени слышны разрывы. Боевики бьют из танковых гранатометов. По словам военных, это коварное оружие. Он далеко стоит, он тихо стреляет. Тем более днем выхода не слышно, потому что шум. Начинают, когда с шести, когда с по восьмого, с семи. Вечером, утро? Вечером. Ну, утром пролетает, ночью. То есть, постоянного времени нет. Но армейцы уверяют, у них за плечами боевой опыт и обеспечение вооруженных сил. Теперь у каждого бойца на позиции есть тревожный рюкзак. В нем запас воды и еды, а также медикаменты и боеприпасы. Военные объясняют, это все для обороны или наступления. Если поступает какая-то команда переместиться, отходить или идти в наступ, он этот рюкзак надеет на себя и с сухим пайком, с водой потной и боеприпасами выполняет заведение в подальшем. Из Донецкой области Игорь Левенок, Дмитрий Раскольников, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер.